Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Электронное будущее. В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Есть много людей, которым, наверное, не очень комфортно жить в электронном мире. Есть люди, которые с рождения уже привыкают свайпами, движениями управляться с экраном. Есть люди, которым это непривычно. Никакого принуждения к тому, чтобы переходить на это устройство, не будет. Частичная разблокировка счетов группы компании «Восток Цемент» ситуацию облегчает, но не решает. Руководство холдинга предпринимает следующие шаги. Стены Владивостока украсят китобои, фотографы и каторжники. Квест по фрескам прокладывают на стенах почтового переулка команда Павла Шугурова. Это изображение сделано по фотографии Прей. Когда-то, гуляя по Владивостоку, она запечатлела двух музыкантов. Эта фреска своего рода приглашение для квеста. Также в выпуске возбуждено уголовное дело после серьезного ДТП, унесшего жизни шестерых человек в Шкотово. И еще расскажем. Владивосток на этой неделе стал площадкой для проведения Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Сбываются худшие опасения синоптиков. По прогнозам метеорологов, утром 22 июля тайфун Данас подойдет к городу Владивостоку, где произойдет объединение облачных массивов тайфуна и атмосферного фронта. Результатом станут интенсивные ливни с количеством осадков за короткий промежуток времени до 100-140 мм. Это 100-130% месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Пограничном, Октябрьском, Харольском, Ханкайском районах, Владивостоке, а также в юго-восточной части Приморья. В Хасанском районе интенсивный дождь начнется уже днем – в воскресенье 21 июля, а в остальных районах – в ночь на 22 июля. Дожди будут сопровождаться штормовым ветром, преимущественно южного направления. Не исключены штормовые нагоны на побережьях. В вышеперечисленных районах ожидаются подъемы уровней рек до 3 метров, что вызовет подтопление сельхозугодий, автодорог и низководных мостов. В Уссурийске возможны подтопления отдельных районов за счет дождевого стока. Учитывая складывающуюся ситуацию, отдыхающим в палатках настоятельно рекомендуется в субботу 20 июля свернуть и эвакуировать палаточные лагеря. Власти края сообщили, что службы жизнеобеспечения региона приведены в режим повышенной готовности. Спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧАЭС. В Владивостоке в связи с непогодой будет работать оперативный штаб по ликвидации последствий. Все службы жизнеобеспечения города перейдут в режим работы повышенной готовности. В случае сильного дождя горожанам рекомендуют по возможности остаться дома и призывают на время непогоды отказаться от использования личного автотранспорта. Во избежание затопления улиц соответствующие службы ведут проверку системы ливневой канализации. Телефон единой дежурной диспетчерской службы города 2-222-333. Уголовное дело возбуждено в Приморье после ДТП с грузовиком и минивэном, где погибли шесть человек, сообщает Управление МВД России по Приморскому краю. Напомним, в Шкотовском районе произошло столкновение автомобилей Toyota Vish и грузовика Hovo. В результате автоаварии погибли шесть человек – 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых три женщины и двое мужчин. Из покорёженной иномарки удалось вытащить ребёнка, который, по информации источника, получил множество ушибов и переломов. Шестилетний мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение во Владивостоке. 37-летний водитель грузовика не пострадал. Полиция сообщила, что водитель автомобиля Toyota Vish двигался со стороны Шкотова в направлении Владивостока. Он столкнулся с грузовиком на 32-м километре автодороги Артём-Находко, Порт Восточный. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Следователям назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Им на смену придёт электронный документ. Его первыми обладателями смогут стать жители Москвы, где внедрение нового формата паспорта в пилотном режиме начнётся в июле следующего года. О новом документе в нашем следующем материале. Знаменитый дубликат бесценного груза, краснокожая паспортина, главный документ россиян, удостоверяющий личность в его привычном бумажном варианте, скоро канет в лету. В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Им на смену придёт электронный документ, пластиковая карточка с чипом. По форме она напоминает современные водительские права. Его первыми обладателями станут, как водится, жители Москвы. В столице внедрение нового формата паспорта в пилотном режиме начнётся уже через год. Есть много людей, которым, наверное, не очень комфортно жить в электронном мире. Есть люди, которые с рождения уже привыкают свайпами, движениями управляться с экраном. Есть люди, которым это непривычно. Никакого принуждения к тому, чтобы переходить на это устройство, не будет. Но мы намерены двигаться динамично, чтобы тем, кто хочет это делать, дать такую возможность. Предполагается, что в электронном паспорте должны быть все данные о человеке и его электронная подпись. Плюс он объединит в себе несколько документов, которые важны для любого лица. Это и водительское удостоверение, и СНИЛС, и другие документы. Срок действия электронного паспорта – 10 лет. С новым форматом уйдёт в прошлое внесение паспортных данных в документы и анкеты от руки. Вся информация будет считываться одним кликом, как расчёт в магазине с помощью банковской карты или телефона. Это заменит и разного рода страховые свидетельства, и водительские права. Напомню, пошлина на водительские права, сейчас, если мне память не изменяет, составляет 2000 рублей за получение прав. А я напомню, что вот здесь 300. Но это не главное. Главное, что это огромное удобство и безопасность. Я надеюсь, что нам удастся это людям доказать. Если документ выдан после 45 лет, когда по законодательству предусмотрен последний срок его замены, то бумажный формат можно будет оставить себе и дальше. Остальным гражданам электронный образец оформят в установленные сроки его замены при достижении 20 и 45 лет. Выдача паспортов старого образца завершится в 2022 году. Но все, кто пожелает оставить себе бумажный паспорт, смогут им пользоваться всю жизнь. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. На этой неделе стало известно о снятии ареста с части счетов «Восток-Цемента». Частичная разблокировка счетов дальневосточного строительного гиганта ситуацию облегчает, но не решает. Своё мнение по этому поводу высказал и экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Руководство холдинга предпринимает следующие шаги. Разблокировка счетов группы компании «Восток-Цемент» стала позитивной новостью для холдинга и строительной отрасли Дальнего Востока в целом. 15 июля стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации частично снял арест с банковских счетов компании. Это позволило вздохнуть более-менее свободно тысячам дальневосточников, работающих на Спас-Цементе, Теплоозерском цементном заводе, Якут-Цементе, Дробейно-Сортировочном и Владивостокском бутачебёночном заводах. Они вовремя получат заработную плату, а предприятия смогут платить налоги, делать отчисления во внебюджетные фонды. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка посетил Спас-Цемент и рассказал сотрудникам завода о том, как сейчас обстоят дела. Поэтому вопрос имеет особенно острое значение. Я о нём доложил председателю правительства Адмитрия Анатольевичу Медведеву. Он дал поручение своему аппарату рассмотреть и связаться со всеми структурами с тем, чтобы была обеспечена производственная деятельность. Конечно, мы будем продолжать эту работу с тем, чтобы комбинат работал устойчиво. Все те требования судов по взысканию исков налагались на то имущество, на акции, на то, что не представляет угрозы для предприятия. Несмотря на сдвиги в решении проблемы, ситуация остаётся крайне напряжённой. Ведь разблокировка счетов лишь частичная. Для полноценного функционирования заводов этого явно недостаточно. Так, для производства цемента предприятия закупают доменный шлак и гипс, запасы которых ограничены. Необходимо вовремя рассчитываться за уголь, тару, электроэнергию и топливо. Резь счетов делает это невозможным. И в целом этот вопрос для Дальнего Востока имеет огромное значение. Мы были непосредственно недавно на ЦСС «Звезда», где строятся сейчас сухие доки под ледоколы, под газовозы, под танкера. И для них этот вопрос сегодня находится в таком тревожном ожидании. Если остановится этот завод, то там есть цикл непрерывного литья этого дока, когда там тысячи тонн бетона должны укладываться без перерыва. И сегодня они вынуждены строить бункера, где-то думать, закупать за рубежом цемент. Но это же вещи абсолютно абсурдные при наличии на территории Приморья такого завода. А далее мы должны смотреть, что будет со строительной отраслью. Продукция «Востокцемента» востребована на всех масштабных стройках Дальнего Востока. Среди них магистральный газопровод «Сила Сибири», третья очередь угольного терминала «Восточный порт», здания школ, детских садов и многие другие. Малейшие сдвиги в поставках строительных материалов на эти стройки приведут к затягиванию сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Поэтому обеспечение нормального функционирования заводов – одна из самых важных задач всех трех регионов присутствия предприятий. Своё отношение к частичной разблокировке счетов «Востокцемента» высказал и экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв на страничках в социальных сетях. В понедельник мне стало известно о частичной разблокировке счетов предприятий «Востокцемента». Но арест снят только для выплат зарплаты сотрудникам и налогов. Если счета не будут работать для обеспечения производственной деятельности предприятий, то не будет ни зарплат, ни налогов. Не мешайте работать. Тем временем стало известно, что гражданский иск «Востокцементу» в рамках дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва будут рассматривать по месту нахождения ответчика. Ходатайство Генеральной прокуратуры России об изменении территориальной подсудности по гражданскому иску в отношении Игоря Пушкарёва и шести юридических лиц отклонил Верховный суд. Если прокуратура не оспорит решение, процессы взыскания 3,2 млрд рублей с фигурантов дела будут проходить в Советском районном суде Владивостока или в местах присутствия заводов, то есть, как вариант, в еврейской автономии и Якутии, но не в Москве. Впервые за годы рассмотрения дела суд встал на сторону защиты экс-мэра Приморской столицы. Считаю данное определение совершенно обоснованным, так как прокурорам не приведено ни одного доказательства, свидетельствующего о необъективности судей Советского районного суда Владивостока, равно как и судей всего Приморского края. Напомним, Генпрокуратура и в этот раз при рассмотрении уже гражданского иска хотела добиться того, чтобы дело в отношении Игоря Пушкарёва рассматривали не в Приморье, а в Москве. По мнению прокуратуры, приморские судьи не смогут объективно работать, так как экс-глава Владивостока до сих пор имеет серьёзное влияние в регионе, в частности, на судейское сообщество. В качестве обоснований приводился и тот факт, что Игорь Пушкарёв активно выступает в СМИ, ведёт страницы в социальных сетях и имеет сайт в свою поддержку. Однако доказать это влияние прокурору не удалось. У нас верховенство закона, а потом уже можно ссылаться на что-то иное. Не существует практики отвода судей всего региона. Суды всегда указывают, обращайте внимание на конкретные обстоятельства, которые говорят о предвзятости судей. Что хочет сделать прокуратура? Свои полномочия аккуратненько по процессуальной аналогии ввести в гражданский процесс. После четырёх часов заседания Верховный суд так и не нашёл весомых оснований для изменения территориальной подсудности. Так что есть вероятность, что гражданский иск по взысканию трёх миллиардов рублей, где ответчиком выступает, в частности, и «Востокцемент», будет рассматриваться в Советском районном суде Владивостока. Сегодня приморский завод холдинга «Спасцемент» работает стабильно. Запасы сырья и материалов для изготовления цемента есть, поэтому все обязательства перед клиентами завод выполнит. В настоящее время мы работаем стабильно, никаких потрясений нету, заказами обеспечены до конца года, поэтому вопросов нету. Напряжённая ситуация остаётся только в коллективе, в связи с тем, что арестованы счета. По словам генерального директора холдинга Алексея Сысоева, 22 июля в Басманном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство о снятии ареста со всех счетов «Востокцемента». Напомним, помимо ареста счетов, прокуратура наложила арест на имущество общей суммой 16 миллиардов рублей. 24 июля будет рассмотрено ходатайство о снятии ареста с имущества холдинга. Восьмой канал будет следить за развитием событий. Катерина Матвеева, Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой Владивосток готовится к празднованию Дня военно-морского флота. Хоккеисты «Адмирала» ведут активную подготовку к новому сезону. Команда в обновлённом виде тренируется на льду фетисов арены. Стены Владивостока украсят китобои, фотографы и каторжники. Квест по фрескам прокладывает на стенах почтового переулка команда Павла Шугурова.